все поперл у нас немного здесь записывали видео 10 минут, а оказалось Серега просто на фотографии наделал 150 фотографий деревянный так народ всех приветствую на своем канале меня зовут Роман приветствую вас на канале Сварной хочу сегодня вам показать небольшой лайфхак как устанавливать поликарбонат на навесы при помощи молотка, веревочки как соединять листы поликарбоната между собой вот мы купили вот такой поликарбонат шестерочка коричневого цвета вот такой навес мы вчера сделали в жару в 30 градусов у нас идет навес 11 метровый навес два листа по 12 метров поликарбоната и кусок один получается 4 метровый вот мы уже два куска наживили и сделали стык соединения сейчас первое видео у нас не получилось покажем вам со второго видео смотрите соединения поликарбонатов есть двух видов есть разъемные соединения и есть неразъемные вот идем скажу так вставай отсюда там свет нажми на блять похуй перезвонит соединительные планки для поликарбоната есть двух видов разъемные и неразъемные как я уже говорил сейчас мы здесь ставим в данный момент поближе покажи планка неразъемная она очень хороша тем что снег ее никогда не сломает потому что у разъемных планок у них постоянно летают крышки и если ветром унесет ее потом уже проблематично надо заново покупать переделать очень большой геморрой но неразъёмный планке геморрой в том что ее надо тяжело поставить первое время мы ставили сначала один лист поликарбоната потом ставили неразъемную планку крепили ее а потом уже по этой неразъемной планке заводили поликарбонат лист очень тяжело с первого раза не получается теперь мы сделали другой вариант пойдем exercises Вот с этой стороны мы просверлили отверстие у нас сделали запасом небольшим на 100 200 миллиметров планку просверлили отверстие просунули веревку и вот где туда подальше перекинули веревку через навес один человек веревкой натягивает с этой стороны это не разъемную планку а я с другой стороны ставим ее в пазы просто подбиваю молотком аккуратненько сначала когда идет руками за самым а потом просто подбиваем и она идет спокойно не прям отлично не надо ни маслом не водой ничем смазывать единственный только условие когда вы будете брать поликарбонат и неразъемные планки надо неразъемную планку брать на размер больше например если вы берете шестерку поликарбонат то неразъемную планку вам надо брать соединительную а восьмерку если восьмерку берете поликарбонат соответственно надо брать десятку неразъемный план потому что если вы возьмете размер размер вы ее не просунете она не пройдет у вас тяжело очень будет я не знаю мы в один раз пробовали у нас не пошло сейчас мы еще раз по установим один поликарбонат лист и на видео покажем как это все мы делаем вот поликарбонат лучше всего крепить вот на такие вот пластиковые продаются термошайбы термошайбы называется куда-то ближе есть такие с пятачком носить которых вылазит направляющие но и лучше не брать брать вот такие вот термошайба 7 рублей штучка стоит идет там сушок поролона вот такой вот и заглушка пластиковая тоже под цвет вообще классные штуки на них крепишь и очень хорошо держится долго поликарбонат ставим только вот на них вот так вот раз саморез под них нужен кровельный вот я беру саморез берется кровельный 5 на 5 25 длина снимается вот это у него не алюминиевая шайба и вот вставляем и крепим все получается отлично прям сильно не притягиваем он да я покажу и получается вот такая вот штукенция вот я сейчас прикрутил вот мы пока только наживляем делаем здесь два сантиметра и сейчас потом здесь будем вставлять неразъемный профиль вот по всей длине у нас получается два сантиметра так ну вот мы установили все листы поликарбоната как я и говорил мы сделали два сантиметра зазор между листами так чтобы проходила планочка соединительная вот и так мы сделали все листы здесь зазор два сантиметра и здесь зазор на остатки 20 серега делает отверстие как раз ставить веревку стычные соединительные мы обрезали запасом 150 200 миллиметров чтобы с той стороны можно было стучать и вот веревку вставлять вот так вот по месту мы потом подрежем отверстие надо делать по середине прям пошире и вот такую веревочку мы потом прикручиваем и накидываем длина веревки должна примерно быть ну желательно 5-6 метров так чё просунул все нормально пропада так вот вставил серега там с веревкой стоит натягивает я толкаю и вот у нас идет отлично оба оба на отлично как со смазочки все вот она дошла у нас уперлась теперь мы сейчас с этой стороны берем молоточком ее под прошла сейчас только у меня только неудобно вот все установили соединительную планку буквально за пять минут на серегу и и ставили вдвоем не напрягаясь вот при помощи молотка веревочки небольшие смекалки главное брать соединительную планку на размерчик больше например поликарбонат шестерка значит соединительную планку надо брать восьмерку ну и так дальше вот потому что если вы возьмете размер в размер то по-любому она у вас не пройдет раз-два-два а 1, 2, 3, давай потихоньку но идет давай давай в принципе мы серегой сегодня за день положили 6 листов по 4 метра вот таким нехитрым способом спокойно сделали вдвоем за день установили весь поликарбонат вот получилась такая вот у нас конструкция вчера мы ее сварили сборку сделали по месту а сегодня установили поликарбонат в принципе вообще получилось обалденно если мое видео стало полезным или понравилось не забудь поставить лайк пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем пока с вами был роман канал сварной еще у нас есть видео сергеем где мы устанавливали поликарбонат на теплицу два листа мы уже прикрутили весь от порыва ветра уносит поликарбонат постоянно всего процесса одеваем торцовочку и планку поддеваем ее угольником и засовываем в как в в в в вы в в в в в в в в Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон